Вечной жизни и благодати. Вечной молитвы. Женой очень много-много возникает вопросов, и она тебя будет по-своему учить. Хотя написано, жене учить не позволяю. Но у каждой жены как будто главный лодзин. Научи своего мужа, переучи своего мужа, попутно соседского мужа. У нас жены большие посты занимают государственные, мэрами больших городов. Есть президенты, есть государства, где женщину поставили министром обороны. Поэтому с ними нужно быть осторожными. А вот апостол Петр, женатый человек, имел тещу. Без жены-то и тещи не бывает. И вот он знал, что из-за чего жене надо где-то и уступать, заботиться, леветь, кормить, поить. И самая главная причина. Не потому, что она красивая, хорошим характером, а потому, что тебе надо будет молиться, а она препятствия строит. Тебе нельзя молиться, когда ты раздражен. И ты должен сначала примириться, положить дар, а пойти потом к жертвеннику. Причина-то, вот какая главная-то. Почему мира сегодня нет всеми? А что с ней делать-то? Заменил ее другой. Причин для этого очень много. А вот слово-то Божие как раз останавливает на одной, да при том той, которой надо еще и мирно жить. Как бы она себя не вела, встречала тебя как зверь, а тебе только одно дается правило. Мужья любите своих жен, больше ничего не дается. А если он плохой, а тебе жена-то будет послушна мужу. Жена-то боится мужа. Иногда говорят так, но и все равно же Бог знает заранее, без нашей молитвы. Правильно, в 138-м псалме Давид так и говорит. Еще нет слова на языке моем, а ты его же совершенно знаешь. А если Бог заранее знает, то чего туда и молиться? Вывод-то какой? А кто это написал? Давид. Ну он знал, что молись, не молись, а Бог знает, знал. А 150-м псалмов-то написал. А ну скажем, сохранилось 150. Я не верю, чтобы человек, который столько бегал, страдал, и 3000 лет прошло после него, и все сохранились в псалме. Такого никогда не бывало. В Библии упоминается около 20 книг, названий которых вообще нигде нет. Иоанн Златоуст говорит, и нищи. Они были, они потеряны по небрежности евреев. Иногда по злобе их, как царь Иоаким. Иеремий написал им, а он сидел, ножичком отрежет, ну на коже, на пергаменте, в огонь бросит. Читает дальше, он снова отрезает главу, опять в огонь бросает. 36-я глава книга про рока Иеремия. Умышленно уничтожали. Уничтожали тех, кто писал. Так Давыд знал, что Бог заранее знает. А зачем же он просил? А потому что Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Ничего. Молитвы нет, нет связи с Богом. Бог-то знает, а ты не просишь, ничего не получишь. Молился первый человек, дам. Молился Каин, преступник, братоубийный. И когда Бог наложил на него эпитемию, то он говорит, Господи, это тяжело. А это означает разговор с Богом, это уже молитва идет. Преступники и те молятся, когда великая нужда. Молятся христиане, а когда... Ну Бог заранее знает эти слова в книжке написано. А что мы пришли тут петь, растягивать, время затягивать. А Златоуст говорит, ты мне скажи, молишься или нет. И я тебе заранее скажу, кто не молится, ничего великого не сотворит. Не сотворит. Вот без Бога строили социализм. Строили великое, светлое будущее. И пришли к адскому мраку. А молитва из адского мрака поднимает к небесному свету. Пример. Самсон в плену. Открепленный. Волосы отросли. Я думаю, он каждый день щупал, мерил. У меня волосы снова такие же, как раньше, а силы нет. Значит, сила не в волосах. И он тогда возопил, когда был в храме Дагона. И ныне еще раз услышит мне, Боже, что отомстил за все. А если бы не возопил? Не возопил, ничего и не было. Так бы там ты и скончался, как запрещенный. И что? И по молитве было ему. Ну Бог же заранее знает. Ну ты же не против, что не есть. Господь говорит, пророк, встань и иди к царю и скажи ему, ты умрешь, от болезни не исцелишься, никакие экспертизы не помогут, анализы самые хорошие окажутся бесполезными. И он отвернулся с арксенки и заплакал. И стал молиться, Господи, припомни, как я старался. Я в храм ходил. Я нищих любил. Пророк еще не вышел со двора. Господь говорит, здорово, Ревета, вернись назад. Скажи ему, еще 15 лет дам. А если бы не молился, не плакал, да ничего я не получил. В этот же день бы, может, и помер. Что молитва дает? Связь. Что нужна молитва, это знают и не только христиане. Иудеи знают, потому что вся Библия, Детский Завет переполнен молитвами. Почитайте книги Маковейские. Как евреи Маковеев взывали к Богу, и Бог слышал, укреплял мужеством их. А вспомни Езру, неканонические книги, а Сираков. Все до одной книги говорят о молитве к Богу. И призови к священнику, и он помолится о тебе. Да это знал даже язычник. Когда не имам пришел, а я думал, он выйдет, возложит руку, помолит. Он знал. А если не помолится, да Бог же исцеляет. Эта книга Левит тоже переполнена молитвами. Так что, если Бог заранее знает, зачем молиться, это делает дьявол. Чтобы человека от Бога оторвать, и не было молитвы, не было связи. Нет связи, ничего и нет. Мусульмане молятся. У них правило более строгое. Пять раз в день он должен встать на колени. Пять раз? А мы утром вечером только молимся. Значит, нам еще надо поучиться. А буддисты много молятся. У них столько монахов в горах, в Тибете. А язычники? О, язычники молятся не просто так. Они себя режут, колют. Так что кровь течет. Они кричали, Ваали, услышь нас. Но в этот день Бог отнял силу Ваала. А подошел бы Илья и сказал, здраво горите, не горят. И он стал взывать. Отец, услышь. И мы знаем по молитве его. Но Бог же знал, что они загорят. А зачем же молиться? Молитвы нет, ничего нет. Нет связи с Богом. Бог знает заранее, это дается тебе. Понять, что Бог, Он всемогущий, всезнающий, всепроникающий. Поэтому без молитвы ни одного шага не сделай. Какие беды, опасности, скорби, благодарения, славословия, все устреми к Богу. Я иду к Тебе, Господи. И вот здесь нас научает Господь, женатым больше молиться надо, чем неженатым. И замужней больше надо молиться. Почему? Вот я один сейчас живу, жене нет, у меня никаких препятствий нет. Совершенно. Я такой свободный. А жена дома восстает. Да я знаю, где выход-то. У людей это очень просто. Я же сильнее ее, я ее ударю. А могу и убить. А у меня никакого выхода нет. Только за щетки залез такую на молитву. Только отмолился и спел присесть, а она опять свое. Снова залез такую за молитву. Выхода-то никакого нет. Только на небо. А вернешься, она уже рядом стоит молиться. Да как хорошо быть верующим-то. И противление человеческое. Все Бог покоряет себе и через это нас находит. Это понятно. Ну а зачем Христос молился, когда Бог и уходил, и всю ночь пребывал в молитве? Вот вопрос действительно. А остальное все понятно. И на птиц, на птенцы, ворона, воронята, скворчата, голубята взывают к Богу от пищи. Вся тварь молится, вся природа. И звезда с звездою говорит. Это знают все. Поэтому без молитвы ни одного шага. День и ночь углубляйся в молитву. Учись творить правильную Иисусу в молитву. Немного, но вдохновенно. Что такое очень наш? Христос не сказал, отец знает, зачем вам молиться. Нет, он их научил. Отец наш небесный, это сразу свят. Я получаю все от него. Разум, память. Что найти? Все от него. Чтобы правильно понять, как молиться, мы в Библии должны прочитать 415 мест. Вот какой урок надо пройти. Тогда ты будешь знать, что такое молиться. Молиться. Я не стал уже высчитывать, сколько где взывать, призывать, уповать. Это отдельно все. Только слово молиться. А вот, чтобы не было препятствий в молитве, только один раз. Да препятствий-то очень много. И сонливость, и о чем попало на молитве, думаешь. Как Затаус говорит, ни одной мысли нет. А как ты, когда на молитву устал, потоком идут. Что делать? Повторяй заново. Только так. Как только шип с молитвы враг, снова возвращайся. Я не уйду. Я на этой молитве буду до утра стоять. И Сафанат вступит, молитву почечет. Вот, уповая на Бога, победа будет за нами. Матфея 5, 23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, то оставь дар твой и пойди, прежде ты мирись с ним. Причина-то какая? Вот почему, чтобы у вас не было препятствий в молитвах. Главное это препятствия. А зато жена рядом. Очень удобно молиться, где двое или трое. Тебе надо молиться. А Господь сказал, надо быть двоим. А кого ты найдешь? Я жена всегда рядом. Вот поэтому ищи такую жену, у которой есть опыт молитвы. Поэтому одна просит так, надо выйти замуж, она обязательно говорит, Господи, я так влюбилась в нее, жить не могу. Сделай, чтобы он был мой муж. Она молится, тоже молитва. А другая рядом, она молится по-другому. Господи, да будет воля Твоя, я не знаю, какой он. Может быть, он только подкрадывается ко мне. Да к чему молитву-то, говорит, Бог больше услышится? Когда доверяем себе Богу и в конце говорим, да будет воля Твоя. Книга Сераха, 36, 13. Он и молитву обиженного услышит. Бог особенно слышит молитву людей, которые терпят скорби. Я возвал скорби Моей, и Ты услышал Меня, Давид говорит. Он Бог, вдов и сирот. Сераха, 52, 15. Буду хвалить имя Твое непрестанно и восхвалять имя Твое, ибо Ты услышал Меня. У него был опыт у Серахова. Бог услышал. Некоторые смущаются и говорят, как же Вы так сказали на Меня, что у Меня нет молитвы, которые Бог не услышал. Я не говорю, что ответил так, как Я хотел. Но в большинстве случаев Бог отвечает даже так, как и хотел. Я целиком доверяюсь Богу. Спрашивают, как? Не знаю. Я не знаю просто. Мне не дано знать. А когда совершится, я тогда вижу, молитва исполнилась. Вот мы сейчас должны очень хорошо молиться. Завтра я Вам засчитаю готовимое письмо в Синод. Наше положение какое. А поэта дальше отоскать всем архиереям. Нам они открыли двери для свидетельства. О чем я Вам говорил. Мы ничего не потеряли. Звонят, спрашивают, как Ваше положение. Да еще лучше стало. Ничего не изменилось. Мы так же молимся, так же поминаем. У нас приказа нет не поминать нашего епископа. Все осталось на месте. Все зависит от нас. Что нужно было делать Израилю, когда разделился при Ироваме? Молиться не к идолам идти. А Ировам повел к ложным богам. Вот этого делать нельзя. Третья книга, Старства, 8.28. Дальше говорю, сотвори молитву. Услыши молитву раба Твоего. И на прошение его ответь Господи Боже мой. Вот как надо молиться. 8.49. Дай то, Господи, что потребно Тебе. Не мне, а что Тебе потребно. То есть я доверяю молитве. А получил ли я то, что думал? Не знаю. Ты сразу, что получил, скажи, это от Тебя, как дар. Великое, малое. 4.19.4. Может быть, Господь, Бог Твой услышит все слова рабсака, которыми он поносит. Значит, когда нас ругают, то нужно Богу сказать, Господи, зачти мне это. Как Давид, когда уходил, а его шел, один в семье с ингерой поносил, и Господь говорит, может, ведь Бог услышит это поношение, да и мне грех какой-то простит. Поэтому в бедствии, в скорби, в печали, в гонении Бог ближе. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. 2.19.4.2. 2.19.4.2. Встали священники и благословили народ, и услышал Господь голос их. А если не услышал, не услышал ничего и нет. 3.19.4.2. Лука 1.13. И услышана молитва была в Захарии, и жена его зачела. Да какая молитва-то? Зачинает на каждом шагу без молитвы, да в грехе. Даже насильник может с насильничать и зачнется. Зачнется до что? А здесь начался пророк. Услышал Господь молитву, а там не услышал молитву. А зачелось? А зачелось так же зачелось. Потому что действия все одинаковые, да результат будет разный. Одно погибельное, другое спасительное. Бытие 17.2. Господь говорит так. Но услышал я тебя, Господь говорит, об Измаиле, Аврааму, и произведут от него великий народ. Это нам кажется, Бог сказал Аврааму, от Исаака произведет великий еврейский народ. Оказывается, ибо Измаиле это сказано, великий народ. А какой от Измаила? Иран? Ирак? Да какой же он великий, а не мусульмане? Я как могу что сказать? Слово одно не выкидешь, так написано. А в чем он великий народ? Много их. Любят Бога, не знают, ждут проповедников, когда к ним придут. Я ответственно знаю где. Великий, это значит много. При Псалом 38.13. Услышь нас, Господи, не будь безмолвен к слезам моим. А если я не буду плакать, молиться? Да ничего и нет. Да как Господь же знает заранее. Но это и вот повторяю все ведения. На эти слова никогда не ссылайте. Исайя 30.19. Он помилует тебя по голосу твоему. Трус. Молишься. И Господь ответит. Иеремия 7.16. Народ просил Иеремию, чтобы он походотайствовал о тяжкой доле народа, уведенном в Вавилон. Но так они не исправлялись, Господь говорит. Ты же не проси за народ сей, ибо я не услышу тебя. Так они все вместе молятся, никого не услышат. Почему? А молитву грешника Бог не слышит. Приготовься к молитве. А как? Когда ты постишься, разреши неправду, прости каждому, отпусти узника на свободу. Какой узник? Да в сердце человек может держать. Я на него смотреть не могу. Да я ему и каждый раз какое-то внутри неудовольствие какое-то. Прощай все, Господи. Отпускай пленника на свободу. Даниила 9.19 Господь услышал молитву в опре наше и совершил. Книга Иудив 9.4 Услышь меня, вдову. Она поставила это в условие, что молитва ее больше будет услышана. У нее не было мужа. И она припомнила Богу. Да Бог это же все знает. А когда молят, молят, тогда говорят, Господи. Вот заметьте молитву когда. Ты как тогда, вот когда венчают. Ты благословил Сару и Авраама, дал чадо Исаака. Благослови вновь брачащихся. Как ты благословил Ревеху и перечисляет. Как благословил Иоакова, Рахиб, Лиев. И все перечисляется. Так Богу-то это не надо, это нам надо. Нам проложена дорога, чтобы уста открылись на славословие Божие. Это все ступени прославления Бога. Лука 2.37 говорится о некой Анне, вдовице. В 84 года прожила, слава Богу. И от храма не отходила, служа Богу постом и молитвой. Ни телевизором, ни склоками, ни обсуждением соседей на лавочке около подъезда. А постом и молитвой. Какая радость знать Бога, молиться Ему. Я знал людей, священник на покое. Но насколько верно, я только слышал. Он поминает, когда всех, кто с ним был рядом, кто служил, кого знает, и поминает имена, молится. Ваше сердце только на перечисление этих имен идет. Он никого не забывает. Богу это не надо. Это нам надо, чтобы сердце наше было мягким, сострадательным. И тогда мы соединяемся с Богом. Заталук говорит так. Вот если у нас руки грязные, вывозены в навозе, такими руками, встречаясь с царем, мы посмеем взяться за его ризу? А когда приходишь на молитву, а ведь это то же самое, что мы беремся за ризу Христову, к молитве надо очень тщательно готовиться. Придешь и вспомнишь. Не дремать, а вспомнить. И самое первое, кто тобой обижен. А кто обижен? Ну, если просто живешь как обыкновенный человек, обиженные много могут быть, но не много. Но если ты начальствующий, и кому-то не доплатил, кому-то не дал, кого-то обманул, тогда ты подумаешь, что будет. Говорю о молитве, чтобы не было препятствий в молитвах. Но думаю, что речь идет не только о женах, а о всех. У священника, чтобы не было препятствий в молитвах, нужна бодрость, знание Слова Божия, снисходительность, незлобивость. Что нужно нам? Доброе отношение к священству, к храму, друг к другу, чтобы не было препятствий в молитвах. Главное препятствие – засоренность сердца. И для этого мы сюда пришли сегодня, чтобы у нас не было препятствий в молитве. Аминь.